Здравствуйте, уважаемые коллеги. Удивлено количество своих регалий. Спасибо, что все перечислили. Я, наверное, не скажу ничего нового. Просто увидев тему форума, считала, что она будет неполной без участников факторинговых компаний. Мы себя именуем финансовыми посредниками. Наверное, этот рынок взрослся как финансовый посредник, потому что первые сделки, которые делались благодаря факторинговым компаниям, они в основном были техническими. В силу изменений роста, наверное, большего структурирования этого рынка, мы, в принципе, перешли к тому, с чего и начинали. В сфере своей деятельности, так как я являюсь пионером этого рынка, мы, наверное, с 2008 года, в 2009 году мы выкупали первые портфели, взыскивали их, в 2010 году мы выкупали первый ипотечный портфель, также взыскивали его. Поэтому хочу поделиться опытом, хочу, наверное, зазначить нашу роль и хочу объяснить, каким образом трансформировались факторинговые компании в настоящих посредников, посредников, которые рефинансируют ваших клиентов проблемных, посредников, которые проводят реструктуризации, которые готовят клиента к рефинансированию в другом банке, очищают его бизнес и, в принципе, создают вам новых кредиторов на будущее. Главные продукты факторинговых компаний это реструктуризация долгов в баку-портфеле и отдельных кредитов с залогами и управление портфельной задолженностью. Вкратце остановимся на каждом из них. Реструктуризация долга для целой поглощения или продажи компаний или финансирования долгов. О чем идет речь? В принципе, основной проблемный портфель зародился еще до 2008 года. Некоторые клиенты прошли уже буквально третий, проходят третий этап реструктуризации в силу разных причин. В силу причин того, что их долги как были валютными, так и остались. В силу того, что определенные изменения перетерпела экономика страны либо в силу того, что последний банк, который их рефинансировал, они попали в фонд гарантирования вкладов, а там реструктуризация до недавнего времени вообще не было никакого смысла. Поэтому наша задача, мы выкупаем этот бизнес, мы выкупаем их долги, мы определенное время являемся стороной по кредиту, реструктуризируем, рефинансируем и позиционируем себя, наверное, как кредиторы, только спекулятивные, на более короткий срок, для того, чтобы передать его дальше. Выкуп портфелей и отдельных кредитов с залогами. Почему портфели? Потому что мы понимаем, что розничный и малый и средний бизнес имеет возможность быть проданными портфелями. Продажа же корпоративных портфелей, она на самом деле пока не была успешной. Возможно, в этом году будет один из первых прецедентов именно крупных портфелей, потому что, безусловно, с корпоративными заемщиками банки работали кейс-бей-кейс, работали очень внимательно, входили в их ситуацию. и продолжая в том же духе. Давайте я хочу остановиться, когда все-таки долг продается финансовому посреднику, как мы себя называем. Он продается только тогда, когда банк испытал все возможные рычаги давления на должника. Когда он использовал эту же факторинговую компанию как инструмент того, что у нас есть контрпредложение, поэтому повышаетесь. Когда этими именами, которые потенциально заходил оффер, пугали этого должника, и все равно к этому не приходили. Безусловно, мы, как новый кредитор, всегда интересуемся как финансовым состоянием должника, так качеством залоговых активов, юридической составляющей и тому подобное. Безусловно, мы всегда стараемся коммуницировать с этим должником, но не всегда нам удается достичь с ним понимания в первом случае. Так же, как и банку. И успешные кейсы, они исходят из того, когда мы все-таки находим общие точки соприкосновения. Потому что если у нас цель и задача дойти до залогового актива, то то, что оно может превратиться, пока мы туда доходим, но даже нельзя иногда назвать грудой кирпичей. У нас бывали случаи, когда заемщик, отказываясь, каким образом гасить, ему было проще взорвать свое залоговое имущество. Не мы единые в этом случае. Поэтому, находясь заведомо в худшей конкурентной среде, чем заемщик и кредитор, потому что нам дороже взыскать это имущество, потому что мы не можем пойти на более длительную реструктуризацию, потому что заемщик всегда больше готов банку предложить и тому подобное. По сути говоря, мы выдергиваем, назовем так, на покупку буквально единичные сделки. Как правильно заявил представитель национального банка, правильно всегда продавать портфели, потому что если сам должник не пошел на нормальную реструктуризацию, то скрытая продажа его актива через факторинговую компанию, все-таки, наверное, не совсем мировая практика и расхолаживает его на будущее как кредитора и как это создает практику ухода от выполнения кредитных обязательств. Управление портфельной задолженностью. Скорее всего, этот продукт, он все-таки не продукт внешнего рынка. Это продукт, как правило, компаний, которые входят в периметр банков. Они перевешивают свои активы на SPV либо на факторинговой компании, которые входят в группу и управляют этим портфелем, так как дешевле взыскивать. Фактически, проходит скрытая продажа. Она может, это изначально взыскивается на балансе банка, потом взыскивается на балансе SPV. Ну, как бы, самая известная, наверное, это компания OTP-факторинг, на которой был полностью передан проблемный портфель розницы OTP-банка на тот момент, которая там на данный момент лишена лицензии как факторинговая компания, но успешно продолжает взыскание. И скажу вам, договориться с ней сложнее, даже чем с OTP-банком. В разы сложнее. Это, как бы, классификацию мы прошли, роли описали. Практика, там, опыт компании Factor Plus, учитывая, что мы работаем с 2009 года как профессионалы на этом рынке. И это то, наверное, что нельзя написать словами или не хотелось бы четко описать, но то, чем бы хотелось поделиться. То есть первый кейс в том, что у нас покупка долга, постановка его на баланс факторинговой компании и продажа с получением всех согласований. У нас был опыт, мы покупали достаточно большой долг, обеспеченный активом в газовой отрасли. После того, как мы поставили указанный актив на баланс, получили все указанные разрешения и продали его стратегическому инвестору, профессиональному участнику рынка, который может этим управлять, в прессе сразу же появились имена и названия. Нашу компанию связывали со всеми участниками энергетического рынка, со всеми олигархами или какими-то одиозными личностями. Причем как бы эта связь прослеживалась либо потому, что кто-то этим интересовался, ли он был экс-собственником или в принципе имел в виды, либо как бы была схожесть с этим названием компании. В разы обидней, наверное, даже не могу сказать, что обидней, удивляет то, что потом служба безопасности банков почему-то считает информацию, которая появляется такая в прессе, как тем, что они провели расследование, провели там службу, безопасности, и вы должны доказать, что вы не ежик. Ну вот назовем так. Это как бы был первый опыт. Но чем интересен этот кейс? Тем, что благодаря изменениям налогообложения и факторинговые компании могут ставить себе на баланс без определенных налоговых последствий эти активы и продавать чистые активы стратегическому инвестору, что, в принципе, для всех участников сделки не то, что, ну, имеют большую ценность, и как бы сама продажа происходит по цене выше, чем продажа непосредственно своих прав требований. Второй интересный кейс, он был не один у нас, у нас их несколько, покупка долгого банка за год в ведении временной администрации. Это как карма тех компаний, которые не живут год и стремятся жить долго. Потому что ты же, в принципе, за год до ведения временной администрации или когда появился новый руководитель национального банка и было принято решение о решещении рынка, ты, в принципе, не догадывался, что у этого банка могут возникнуть такие проблемы. У нас были случаи, когда признавали никчемными сделки, которые прошли за 11 месяцев даже до ведения временной администрации. И ты тратишь, в принципе, свое рабочее время как бы не на бизнес, ты тратишь свое рабочее время просто на доказать то, что ты реально заплатил за долг деньги с другого банка без хлопываний, без всех результатов. Были также нюансы, когда, вот мы говорим сегодня о верховенстве права, и в том числе национальный банк поднимал этот вопрос. Хочу также привести тому случай из нашей практики, который длится уже ни много, ни мало 3 года. Мы покупали также долг у банка, в которой была введена временная администрация, и получили письма о никчемности этих сделок, соответственно, пошли в суд, и главным нашим оппонентом выступал национальный банк, потому что он говорил, что у них не согласована была сделка с ним, так как указанные права требования были у него в залоге в рефинансе. Аргументы того, что это было прописано в договоре с банком, аргументы того, что любые залоги в принципе считаются правильно оформленными по реестру, только тогда, когда они несены в реестре, светятся. Но мы доказываем третий год о том, что мы также не ежики. Почему-то национальный банк считает, что он имеет полное право иметь преференции, даже если он надлежащим образом не оформил эти залоги. И хочу вам сказать, продолжая все-таки сотрудничество с фондом гарантирования по выкупу ряда кейсов, я вижу, что у него ряд активов, которые находятся в рефинансе, до сих пор не оформлены. И когда будет поступать представитель фонда гарантирования, мне бы с большим интересом хотелось бы услышать ответ на вопрос, как все-таки мы, как новый кредитор, можем проверить то, что в будущем у нас не будет вопроса от национального банка, так как фонд гарантирования самостоятельно регулирует от имени ликвидируемого банка регулирует эти вопросы с национальным банком. Это вот несколько таких вот историй, историй много. Одна из самых свежих историй, как вы, есть один банк, который, назовем так, был полукоммунальный, который также ликвидировался. Мы столкнулись с интересными историями, выкупая залоговые активы у этого банка, когда ряд должников вообще считает, что они не должны эти кредиты погашать, потому что, в принципе, какая-то частая смена руководства одного из акционеров этого банка именно в коммунальной части преследовала каждый раз при выдаче кредитов свои интересы. И люди, к сожалению, до сих пор не понимают того, что кредит все равно был оформлен на них, залоги предоставили они, и все-таки расплачиваться им надо. И их главные аргументы сводятся к тому, что нам клятвенно обещали, что мы это возвращать не будем, и нам обещали, что третья сторона погасит. Поэтому мы можем говорить, наверное, много о верховенстве права, мы можем говорить, ну, как бы, в такие моменты начинаю понимать, что нам важно все-таки говорить о финансовой грамотности, так как взрослые разумные люди, которым далеко за 60, почему-то свято верят в такие истории. Поэтому, как бы, в этот актив мы продолжаем там взыскивать. Я надеюсь, что эта история в ближайшее время там закончится, потому что там объектом залогового имущества находится социальный объект, который, как бы, там, скорее всего будет вызывать резонанс. Но возвращаясь к истории о, как бы, верховенстве права и о защите прав кредиторов и о человеческих качествах и вообще о кредитно-денежных отношениях, отмечу следующее. Следующая сессия будет посвящена факторе физическим лицам и мораторию на взыскание. Ну, моя общая позиция, что взыски на долги надо взыскивать как можно больше. Как можно быстрее. Все из... Человеческая психика и ей свойственные такие качества, что она там с каждым... Принимает все постепенно. Сегодня я просто не заплатил проценты. Завтра я вообще отказался там погашать долг. А как бы там спустя пару месяцев я, в принципе, считаю, что я никому ничего не должен. И мне очень хочется, что люди, которые строят эту систему, это мы с вами, чтобы мы построили действительно в таком автоматизированном режиме, чтобы каждый выполнял свою роль. И если проблемный долг появлялся, то он проходил свой путь до получения чистого актива как можно быстрее и в самых комфортных условиях для всех сторон. Несколько файлов еще как бы дальше у нашей компании. Презентации будут всем розданы, поэтому не буду останавливаться. Спасибо всем за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин